Добрый день! Меня зовут Валентин Хохлов и это очередной выпуск из третьего сезона История средних веков, в котором мы говорим об истории Британии, об истории донормандской Англии в данный момент И вот прошлый выпуск был посвящен истории церкви в шестом-восьмом веках А в этом выпуске поговорим о том, что было дальше, что происходило в английской церкви в девятом-одиннадцатом веках Я хочу напомнить, что у меня есть сообщество на сайте Патронов Если у вас есть желание и возможность поддержать меня там, то присоединяйтесь Патрон.ком, касая ВАЛ, подчеркивание КХО, КХЛОВ Также подписывайтесь на мой канал на YouTube, его можно найти по моему имени Валхофлог Итак, прошлый выпуск мы закончили, но фактически перед эпохой нашествия викингов В середине IX века и вот вторая половина IX века То, о чем мы говорили в предыдущих выпусках цикла Очень сложное время для англосаксонских королевств Это нашествие викингов кардинально изменило ситуацию также в английской церкви Восточная Англия, Восток Мерси, Юг Нартумбри Были ареной борьбы англосаксов и данов И отошли по итогу к сфере влияния последних То есть это стало Дейлоу И большинство епископских кафедр там оказалось заброшено А некоторые навсегда Даже архиепископская кафедра в Йорке Влачила жалкое существование Бывшая одно время главной кафедрой Нартумбри Епископская кафедра в Линдисфарне Уже никогда не вернется на тот остров Со временем она переедет в Тарам Это уже позже, в XI веке, после нормандского завоевания И вот это епископство стало графством-палатинатом Вот в конце как раз XI века А на юге и на западе Англии Церковная организация не прерывалась Но и там она получила серьезные удары Но в основном это не было связано с какой-то особой ненавистью Язычников, данных к христианству Но скорее это просто желание, банальное желание грабежа и насилия Которое было типично для рейдов викингов Папа Формоз, тот самый, который стал печально известен из-за трупного синода Но об этом мы говорили, как раз речь шла об истории Италии в конце IX и X веке Так вот, этот Папа Формоз прилагал усилия, чтобы вернуть английскую церковь в тонус Но в реалиях того времени ни король Альфред Великий, ни его преемники не могли восстановить ее на землях Данов И почти до самого нормандского завоевания Там шло возобновление всего лишь той организации тех ресурсов, которые существовали до середины IX века Значит, если мы возьмем восточную Мерсию, то епископ вынужден был бежать из Лестера в Дорчестер И лишь после 1066 года кафедру перенесли, но ее не вернули в Лестер, а ее перенесли в Линкольн Диоцез в Линдсе просто исчез Напомню, что это самая северо-восточная часть Мерсии, между Мерсией и Натунгой Из двух диоцезов в Восточной Англии со временем, лишь в 956 году, то есть в середине X века Был восстановлен один этот диоцез, из двух стал один А в землях Уэссекса, которые, конечно же, наименее пострадали от нашествия викингов Король Эдуард Старший, основываясь на старых письмах папы Формоза И пользуясь смертью епископов Винчестера и Шерборна Это вот 908-909 годы Король Эдуард Старший тогда провел грандиозную реорганизацию в церкви И он из двух больших старых диоцезов создал целых пять новых И, вероятно, его идеей было сопоставить церковные диоцезы с ширами Теориториально-административными единицами англосаксонских королевств О чем мы будем говорить еще дальше, когда будем говорить о жизни общества в этих королевствах Также ко времени нашествия викингов исчезли монастыри, которые были центрами диоцезов Вот это наследие кельтской или ирландской церкви, которая фокусировалась как раз на монастырях И это наследие, кстати, и до сих пор сохранилось в английской церкви Потому что многие вот эти вот минстеры Само слово происходит от слова монастериум Так вот эти минстеры есть так называемая монашеская община В том числе, по-моему, и в Кентерборе Так что это вот наследие сохранилось Но вот тот формат монастырей, который был до нашествия, он исчез И в то же самое время не развелась на тот момент структура капитула и каноников Как в континентальной Европе И вот они станут распространяться в Англии лишь после нормандского завоевания В начале 10 века в Сомерсетте, недалеко от Ластенберра В семье Тана или Тена Родился мальчик Дунстан Ну, Тена это такая знать не самая высшая Но вот знать типа барона Вот этот Дунстан, он на самом деле Был достаточно, имел достаточно хорошие связи Потому что его дядя был архиепископом кентерберийским И вот он представил Дунстана ко двору короля Этельстана Вот преемник Этельстана, король Эдмунд Сделал Дунстана аббатом в Ластенбере И тот провел там 15 лет в этом аббатстве Следующий король Эдред доверял Дунстану хранить свои сокровища Ну а далее, как вы уже знаете, из прошлых выпусков Произошел тот самый инцидент с юным королем Эдвигом Вследствие которого Дунстан отправился в изгнание Но брат Эдвига Эдгар позволил Дунстану вернуться В свою часть Англии Сделал его епископом сначала в Устере Через год в Лондоне Ну а после смерти Эдвига в 960 году Дунстан стал архиепископом кентерберий И главой, соответственно, английской церкви В изгнании Дунстан, ну он не долго был в изгнании Но то время, которое он пробыл в изгнании Он провел пару лет в монастыре святого Петра в Генте Видимо проникся там идеями клюнийского движения Которое как раз тогда активно развивалось Мы говорили о клюнийском движении Когда говорили вообще об истории западной церкви В конце раннего, среднего вековья И вот в середине 10 века Это движение как раз набирало размах Сами идеи клюнийцев были известны в Англии Но именно Дунстан стал тем первым человеком Который начал реализацию того Что Стентом называет реформацией 10 века в Англии Когда Дунстан стал архиепископом кентерберийским То две другие важные кафедры заняли его единомышленники В Вустере епископом стал Освальд А в Венчестере Этельвольд Сам Дунстан был занят больше политикой Чем церковными делами Он был главным советником короля Эдгара И в принципе фактически управлял королевством И переустройство собственно церковной жизни Легло на плечи двух его соратников-епископов Освальд реформировал капитулы при кафедральных соборах А Этельвольд активно восстанавливал монастыри Вот в том самом Дейнлоу В территории, которую за 70-80 лет до того Завоевали Даны в Англии Значит Дунстан умер в 988 году Этельвольд в 984 Освальд в 992 То есть в принципе плюс-минус в одно время В течение десятилетия И достойных преемников у них не было Стентон даже называет последующие годы Правление Этельре до 2-го О котором мы говорили Как недостойное правление Так вот Стентон называет эти годы Также контрреформой монастырей Он указывает, что в Ширах Линкольна, Лестера, Ноттингема, Дерби и Йорка То есть в северной части Англии К 1066 году оставался действующим Лишь один монастырь в Кроуланде Усилившаяся с начала 11 века Взаимосвязи между Англией и Скандинавией Ну понятно, король Кнут Великий Который объединил собственно И королевство Англии, и королевство Дания И Норвегию, и южную часть Швеции То это такая интеграция Создание, хотя и недолго Просуществовавшей империи Привела к проникновению Собственно английской церкви В Норвегию и Данию Которые на тот момент Практически не были христианизированы И были все шансы того Что Скандинавия попадет В зависимость от английской Собственно церкви И будет подчинена в церковном отношении Архиепископу Контрмерийскому Но вот против этого Активно выступал Архиепископ Бремена Унван Потому что канонически Вот территория Ну по крайней мере Дании Она должна была входить В вот эту архиепископский Диоцез в Бремене И со временем Ну может быть благодаря тому Что империя Кнута Великого Оказалась недолговечной Датские диоцезы действительно Отошли в ведении Архиепископа Бремена Значит в конце правления Кнут на кафедры в Англии Активно продвигал Епископов происходивших Из Лотаринги И вот к 1066 году Четыре епископа Которые были родом Из тех земель Из Лотаринги Занимали кафедры в Англии Значит Ну а Эдуард Исповедник Мы уже говорили В выпуске посвященного Последним десятилетиям Существования Донормандской Англии Опирался как раз на нормандцев Среди которых он вырос Где он привел свою юность Значительную часть молодости И естественно он опирался на людей Которые тогда его окружали В Нормандии После того как занял трон Англии И вот одного из этих людей Он назначил архиепископом в Кентерборе Другого архиепископом Прошу прощения Просто епископом в Лондоне Но впрочем Вот Роберт Который был поставлен в Кентерборе Он там долго не продержался Об этом тоже уже шла речь Вот это было связано с изгнанием И возвращением Эрла Годвина И вот когда Эрл Годвин вернулся Когда он восстановил свои позиции Как главной силы в английском королевстве То он изгнал Роберта И поставил на главную кафедру в Кентерборе Своего ставленника Стиганда Роберт отправился в Рим И подал апелляцию папе Там был долгий процесс По поводу Кентерберийской кафедры Важным является то Что папа начинает все более активно Вмешиваться в дела английской церкви И подчинять ее себе Вот между 925 и 1066 годами 9 из 14 назначенных в Кентерборе Архиепископов отправлялись в Рим Чтобы там получить палли от папы К середине 11 века Тоже практику распространили И на архиепископов Йорка После нормандского завоевания Как это ни странно Король Вильгельм Скорее подстроился под реалии английской церкви Чем навязывал нормандские обычаи В Нормандии он был весьма серьезно Держал церковь под контролем Он мало обращал внимания на папу На самом деле В Англии же он первым делом Решил отстранить от власти Архиепископа Стиганда Который все еще занимал на тот момент Кафедру в Кентерборе И для этого в 1070 году Был создан собор в Винчестере Куда прибыли представители папы И именно они А не король Вильгельм Учинили настоящий разгром Английского епископата Остранив и даже отлучив От церкви ряд епископов Ну в прошлом видимо Под этим были основания Значит Один из этих вот епископов Которых отстранили Оказался даже женатым человеком С людьми С детьми Что конечно же Противоречило нормам Канонического права На тот момент Возвращаясь в Рим Через Нормандию Один из этих легатов Даже наложил строгую Эпитимию На тех Кто убил или ранил людей В битве при Гастингсе То есть они как бы Явно пошли в этом отношении Против короля Вильгельма Завоевателя Так что не стоит думать Что он там был Заводилой В церковных делах Значит Но Потом После того Как легаты Отъехали Вильгельм почувствовал Что у него Развязаны руки И стал Уже вмешиваться Также в устроение Английской церкви Значит Контерберийскую кафедру Он дал Аббату Ланфранку Из Кана Значит Ну Канг Это город в Нормандии Достаточно важный Церковный центр Значит А сам Ланфранк Он Был Лангобард Из Павии Родом из Павии Происходил То есть С севера Италии Очень ученый человек Его звали В римскую Кудию Затем ему предлагали Пост архиепископа Руана То есть Главную кафедру Нормандии Но он Отказывался Не хотел Занимать Высокие посты Хотел Жить такой Уединенной жизнью И погружен Всякие Ученые Изыскания И вот лишь Когда король Вильгельм Настоятельно Просил занять Его кафедру В Кентербере То Ланфранк Согласился На кафедру В Йорке Вильгельм Тоже поставил Своего человека Томаса Каноника Из Байо Вот тот самый Байо Где Знаменитый Ковер Размещен О котором Мы Говорили Когда говорили О нормандском Завоевании Англии Значит Томас Тут же Сцепился С Ланфранком По поводу Трех Диоцезов Личфилда Вустера И Дорчестера И также Не захотел Признать Подчинение Кафедры Йорка Кафедре В Кентербере То есть Хотел быть Независимым Архиепископом Но победу Одержал Все-таки Ланфранк Он был Признан Примасом Англии То есть Главой Английской Церкви Все три Спорные Диоцеза Остались В сфере Влияния Кентербере А Йорку Осталось Довольствоваться Лишь Диоцезами Дарема И теми Диоцезами Которые Были В Шотландии Ланфранк Провел Ряд Важных Реформ Но Похоже Что Английская Церковь С интервалом Примерно В 100 Лет Проходила Такие Циклы Реформ Предыдущий Был При Донстаме Во Второй Половине Десятого Века А Ланфранк Это Уже Вторая Половина Были такие Периоды Определенного Застоя И даже Деградации Аж до появления Женатых Епископов Так вот Ланфранк Снова Укрепляет Дисциплину Среди Каноников Учреждает Регулярные Соборы Борется С симонией Недозволенными Браками И тому подобное Более Важным Было Изменение Центров Церковных Диоцезов Многие Из которых К середине Одиннадцатого Века Находились Далеко Не в городах Те поселения В которых Они исторически Существовали Они не развивались Стали такими Как бы Мелкими Поселками А выросли К тому времени Новые города Так еще До нормандского Завоевания В Одно тысячи Пятидесятом Году Епископская Кафедра Уже Была Перенесена Из Кредитона В Эксетер Ну Эксетер Важный Церковный Центр Большой Город И Сейчас Что такое Кредитон Я Честно Я даже Не знал Значит При Ланфранке В 70-х годах 11-го века Кафедры Перемещались Более активно Из Личфилда Переехала Кафедра В Честер А напомню Что Личфилд Это исторически Была главная Кафедра В Мерсии И вот Она переехала В Честер Честер И сейчас Достаточно Известный Город На северном Западе Англии Значит Из Селси В Чечестер Из Шерборна В Солсбери Собственно Там где Знаменитый Своим Шпилем Собор Ну а чуть ранее Епископ Восточной Англии Перебрался Из Норт-Элмхема В Тетфорд А позднее Переехал еще раз Уже в Норвич Где Кафедра И сохранилась А в 1086 году Кафедра Дорчестера Была перенесена В Линкольн Ну вот Это Тот переезд О котором мы Ранее упоминали В связи с Нашествием Дана Она Из Лестера В Дорчестер Как раз В то время Приехала Значит Реформы Ланфранка Находились В определенной Связи С реформами Гильденбранда Который К тому времени Уже взошел На Павский Престол Стал Григорием Седьмым Вот этим Знаменитым Папой Одним из Важных Решений Третьего Собора Который Состоялся Под руководством Ланфранка В 1076 году Было Учреждение Санкции Короля Вильгельма Система Церковных Судов До того Дела Связанные С нарушением Церковного Права В частности Дела Дозволенных Степенях Родства В браке Рассматривались В судах Сотни По общему Обычаю Вот А Вильгельм Изъял Эти дела Оттуда И передал Церковным Судам Вообще Стентон Крайне Высоко Оценивает Деятельность Ланфранка Во главе Английской Церкви На таком Сложном Этапе Ее Существования Вот Его Богатый Жизненный Опыт Глубокие Знания И непререкаемый Авторитет Еще на Континенте Уважение К нему Со стороны Короля Были Бесценны Фактически Он заполнил Почти все Кафедры После Собора В 1070 году Оказались Крайне Удачными Вот Это были Новые Люди Понимавшие Суть Григорианских Реформ То есть Находившиеся В той Связи С Реформами Папы Григория А он Проводил Реформы Под влиянием Соответственно Клюнийского Движения То есть Это Все Было В контексте Европейской Церковной Реформы 11 века Но В то же время Вот эти Новые Люди Назначенцы Ланфранка Были Достаточно Гибкими Чтобы Ладить И с Англичанами И с Нормандцами И при этом Достаточно Порядочные И честные В личной Жизни То есть Просто Вот такая Кадровая Политика Оказалась Крайне Удачной Значит Папа Григорий Седьмой Как вы Должно Помните Предъявлял Претензии На власть На такую Вселенскую Власть Над Светскими Монархами И Его Притязания Не обошли Нового Короля Англии Вильгельма Дело в том Что Вильгельм Еще Будущий Герцогом Нормандии В 1966 Году Планируя Завоевание Он Завоевание Поддержкой Папы Александра Второго Дал ему Некоторые Обещания И вот Григорий Седьмой Толковал Эти Обещания Так Что Вильгельм Должен Принести Присягу На верность То есть Называется Фуа Вот Элемент Признания Себя Вассалом Папы Но Вильгельм Став Королем Решительно Отверг Эти Притязания Заявил Что Речь Может Идти Лишь О Возобновлении Так Называемого Пенни Святого Петра Это Был Особый Ежегодный Сбор Который И Раньше Должен Был Направляться В Рим Как То Он Перестал Направляться То Вильгельм Собирать Эти Пенни Святого Петра Или Динарии Святого Петра И Отправлять Вильгельм Ланфранк Провел Полную Лояльность Своему Монарху И Во всех Делах Оставался На его Стороне Более Того Когда В рамках Борьбы За Инвеституру Император Генрих Четвертый Поставил Своего Антипапу Климента То Английская Церковь Сохранила Нейтралитет Она не стала Ни на сторону Григория Семього Ни на сторону Антипапы Климента Нормандское Забоевание Было Безусловно Важнейшим Событием В истории Англии Его Первейшее Значение Заключалось В куда Большем Открытии Острова Европе И включение Его в контекст Общей Европейской Истории До того Все-таки Англия Была Сильно Обособлена Хотя Там и были Династические Браки Были определенные Посольства Но это был В общем-то Свой Такой Островной Мирок После 1966 Года Начинается Очень широкое Включение Англии В контекст Европейской Политики Мы помним И благодаря Тому что У Герцогов Нормандии Короли Англии Потом появились Также Владимир В Акритании Контроль над Британией Создание Анджуйской Империи Потом Крестовые Походы Это все Стосовало Включению Англии В контекст Европейской Политики И то же самое Можно было Сказать Уже Об английской Церкви Ланфранк Сделал Многое Для того Чтобы Вот этот Революционный Период Прошел Как можно Более Плавно Вот Однако По сути С 12 века Отношения Между церковью Светскими Светскими Властями Внутри Церковные Отношения Уже Следует Северо-французской Традиции Ну Оно Понятно Потому что Все-таки Влияние Нормандии И вообще Северо-франции Стало Достаточно Сильным Были Реформированы И укреплены Капитулы При Кафедральных Соборах Усилена Дисциплина Каноников Епископы Стали Менее Оторванными От Общественной Жизни Это То Наследие Такой Ирландской Церкви Когда Она была Более Такой Монашеской И Мистической Оно Ушло И Епископы Как и в Европе Стали уже Такими Активными Политическими Деятелями В церковных Делах Конечно Еще Сохранялось Какое-то Такое Напряженное Отношение Между Нормандцами И англосаксами Но это Было Скорее На низовом Уровне Где Процесс Взаимного Проникновения Протекал Ну Все еще Последующее То есть 12-е Столетие Все Столетие После Завоевания Но С другой Стороны Вот Вскоре После Завоевания Мы Не Видим Какого-то Противопоставления Светской Власти Короля И Церковных Властей Вот Ланфранк Оставался Верным Сторонником Вильгельма Никаких Возражений Против Светской Инвеституры Как мы Это видели В то время В Германии В Англии Не было И в помине Вечень Об этом Не шло На тот Момент И церковь И новое Строящееся Вильгельмом Государство Действовали В полном Согласии С другом Ланфранк Умер В 1089 Году Его преемником На посту Архиепископа Стал знаменитый Ансельм Контерберийский Один из Виднейших Схоластов Средневековья Мы говорили Подробно Об Ансельме О его Такой Деятельности Ученой Научной В выпуске Номер 35 В первом Сезоне Кстати говоря Любопытно Что как и Ланфранк По происхождению Ансельм Был Лангобардом И Затем Долгое время Жил в Нормандии То есть Как бы Повторял Такой Можно сказать Путь своего Предшественника На Капитр В принципе Ансельм Это уже Высокое Средневековье Это уже Конечно же Мы Можно сказать Забежали Далеко Вперед Так что На этом Мы данный Рассказ Закончим Это как раз Самый Конец Одиннадцатого Века И В следующие Разы Перейдем О других Темах Исторического Контекста Общества Экономика Знать Так что Оставайтесь На этом Канале Подписывайтесь На меня В YouTube В Также Присоединяйтесь К моему Сообществу На сайте Patreon Напомню Это Patreon.com Касая V-A-L Подчеркивание K-H-O-K-H-L-O-U Где вы можете Подписаться На ежемесячное Пожертвование От одного Доллара Буквально Там Символическая Сумма Ну А Мы с вами Тогда Увидимся В следующий раз До свидания Продолжение следует